НЛО, как его рисуют, веретенообразный такой, с лучом света вниз, то есть все классика. Летела классика медленно, Владимир даже успел выбежать из дома на улицу и еще раз убедиться в чуде. С этого и началась его дорога в уфологию. Сегодня специалист по технической кибернетике, координатор местного отделения Всероссийской научно-исследовательской организации «Космопоиск». Чаще единомышленники общаются виртуально, на сайте отчеты о личных наблюдениях за НЛО, к которым относятся по-разному. Я сам не видел, поэтому утверждать не могу. Думаю, что все-таки большинство это выдумки, но, наверное, что-то есть. Сейчас вот начну с возрастом уже верить, то есть как будто существуют какие-то там разумы, кроме нас. Очевидцы утверждают, какие-то разумы в январе 2010-го засветились в Тюмени над перекрестком улиц 50 лет Октября и Мельникайте. Выглядело это примерно так. 11 апреля этого года объект в форме блюдца видели над улицами Харьковска и Елизарова. По словам наблюдателя на Солнце, это сверкало металлическим блеском. А вот невероятное над Нефтьюганском. Всего две недели назад пять ярко-красных точек в небе периодически исчезали и появлялись вновь. Все три случая без документальных подтверждений. То, что вы сейчас видели, компьютерная графика. Чего не скажешь об этом. Горный массив Таганай. И, в общем, этот объект наблюдался несколько десятков минут. Подтверждение негатив. Фото не цифровое. Сделали снимок туристы в Челябинской области. А тюменцы сейчас его изучают. Их предположение. Сделан летающий объект руками, но не землян. Возможно, есть жизнь на Луне. Жизнь или чья-то передовая база. То есть разведывательный какой-то пост. Какой-то, может быть, это сверхцивилизация. Вы тоже склоняетесь к этому? Я считаю, что на Луне действительно что-то есть. Что там не все так мертво, как там преподносили. Множество поделок, например, как вот эти фотоснимки, сбивают уфологов с пути к истине. Нередко горожане разыгрывают на форумах фокусами. Тем временем, сами исследователи необычного чаще смотрят в небо, а не под ноги, как большинство жителей больших городов. Именно в этом уфологи видят причину редких рассказов очевидцев НЛО. Впрочем, есть вероятность, что скоро нереальных историй прибавится. Вулканическая пыль Исландии в атмосфере уже творит чудеса. В атмосфере есть так называемые линзы воздушные. То есть они в виде линз, там более плотный воздух или вращающийся. И вот если попадает пыль на такие линзы, то мы видим вот как раз НЛО-подобный объект. То есть человеческий глаз может увидеть. Глаз человека очень легко обмануть. Но в любом случае приглядеться к окружающему миру внимательнее стоит. Может, чудо совсем рядом? Татьяна Воротилова, Сергей Мякишев для Сибунфорумбюро.